Приветствую, меня зовут Евгений Зуев и мы с вами работаем над продвижением и стимулированием потребительского спроса. Главный вопрос этого ролика, как привлечь новых покупателей с помощью информации? Прежде чем говорить о привлечении новых покупателей, мы должны с вами понимать, что без информации о том, почему покупатель должен прийти именно в наш магазин, без понимания нами этой информации, вряд ли какие-либо телодвижения принесут нам серьезный результат. Почему покупатель должен сменить свое типичное поведение, свой стандартный маршрут и завернуть или пойти специально в ваш магазин? Без ответа на этот вопрос дальше двигаться невозможно. Перефразировав слова известного фильма, нет ответа, нет конфетки. Прежде всего, чтобы привлечь новых покупателей, нужно понять, в чем именно мы привлекательнее других магазинов. Работайте над этими пятью или может быть добавьте там какие-то другие компоненты, которые с вашей точки зрения полезны, но главное, вы должны получить ответ на вопрос, почему покупатели захотят прийти именно в ваш магазин. Всегда ли у покупателя есть выбор? Понятно, если у нас в городе есть такие же магазины, как и мы, торгующие таким же ассортиментом, то понятно, что наши новые покупатели, которых мы собираемся привлекать, это те, которые ходят в другие магазины. А если мы уникальный магазин, то ошибкой считать, что у покупателя нет выбора. Потому что, во-первых, интернет-торговля с доставкой, во-вторых, я все равно езжу в этот областной центр, а там либо тот товар, который мне нужен, либо там товар дешевле. И поэтому я совмещу полезный с приятным, и мы с вами теряем продажу. Поэтому, если мы даже являемся уникальным магазином, то наши новые покупатели – это те, которые ездят сегодня в другие города за товаром. А это, кстати говоря, самые вкусные покупатели. У них самый высокий средний чек, или у них самая готовность покупать товар, который они хотят, по более высокой цене. Донести до покупателя информацию о своем преимуществе – вот наша главная задача. Первое правило – одно наше преимущество равно одно рекламное сообщение. Давайте посмотрим, как на практике происходит. Видно, что очень много преимуществ, очень много креатива, очень много выделения на общем фоне. Еще одно правило для привлечения новых покупателей, причем наиболее эффективное – это использование креативной стратегии. Мы должны выделяться на конкурентном поле как по тому месту, где мы размещаем нашу информацию, даем нашу рекламу, так и, собственно, самим сообщением нашим рекламным. Например, если все наши конкуренты размещаются в местной газете, то нам лучше размещаться в других каналах распространения информации. Например, давать баннер, размещать баннер в социальной сети, в группе нашего региона. Или же, например, размещать рекламу на наружных счетах, наружную рекламу делать. Или же, допустим, делать работу промоутеров, которые будут в местах наибольшего скопления покупателей наших потенциальных, распространять наши рекламные буклеты, наши какие-то купоны. О том, как работать с рекламным объявлением, мы дальше в ролике разберем. Для того, чтобы ваши рекламные сообщения были более эффективными, давайте разберемся, как покупатели принимают решение. Первым шагом человек увидел информацию и оценил затраты и предвкусил результат. То есть, если я потрачу время, силы и так далее, то я получу, и тут должно быть вот то самое ваше конкурентное преимущество, которое вы выставили вперед в вашем сообщении. Если он сравнил то, что он получит с теми затратами, которые дополнительно придется понести. Ну, то есть, у вас какая-то акция проходит. Ну, окей, давайте зайдем в тот магазин. Он находится не совсем по нашей дороге, но зарулим в него, потому что там есть акция. Мы, наверное, можем получить какую-то льготу, выгоду какую-то. Если он сравнивает свои затраты с потенциальным результатом и получает плюс, то есть, больше результата, то есть, он получает удовольствие, да, интересно или да, выгодно, то отдает команду купить или отдает команду пойти в этот магазин. Вот такая простая схема на самом деле. И наше, еще раз подчеркну, конкурентное преимущество должно находиться на третьем шаге. Вот тут мы должны его разворачивать в своем рекламном сообщении. Через какие каналы мы воздействуем на наших покупателей? Первое, самое мощное воздействие – это визуальный контакт. До 80% информации люди воспринимают через визуальный контакт. Поэтому ваши сообщения, будь то это рекламные объявления, рекламный баннер, должны быть, ну, как минимум, выделяющимися на общем фоне. Второе – это запах. Здесь, конечно, сложнее. И это возможно в тех местах, когда вы, например, ваши промоуты распространяют информацию. Или, допустим, вы делаете дегустацию. Или, допустим, ну, уже высший пилотаж. Ваши буклеты или ваши купоны обладают каким-то запахом. Третье – это вкус. Дегустация, которую вы можете использовать для того, чтобы привлечь внимание покупателей и к своему магазину. Звук – то, что говорят ваши промоутеры, или если вы делаете ролики в интернете, или на радио, или на телевидении. То, что звучит, какая музыка, какой голос, какой тембр и так далее. И кинестетика – ощущения. Как человек, что он чувствует, когда берет в руки, например, ваш товар или, в конце концов, ваш буклет. Насколько это все качественно, какие у него вызывают впечатления. Вот через эти пять каналов мы можем воздействовать через свое сообщение. Давайте посмотрим, как есть. И, как могло бы быть. Например, в вашем магазине есть нечто, что удивляет покупателей. Или, например, в вашем магазине есть услуга дополнительная, которая обеспечивает больший комфорт, ну и безопасность в сегодняшних условиях. Или, например, в вашем магазине есть гипервыгода. Или есть новинка, которая обладает полезными для меня свойствами. Может быть, уникальными для региона. Или, например, в вашем магазине есть товар, который мне необходим, по более выгодный, чем в других магазинах цене. Еще одно правило, если мы хотим, чтобы наша компания по продвижению была эффективнее – это работа от целевого сегмента. У нас есть цель привлечь новых покупателей. Каких конкретно новых покупателей мы хотим привлечь? То ли это молодежь, то ли жители региона старшего поколения, то ли семьи с детьми. Это важно, потому что от этого зависит, какой канал продвижения мы будем выбирать и какое рекламное сообщение будем формулировать. Если мы понимаем целевую аудиторию более точно, то и канал продвижения, и рекламное сообщение мы можем выбрать сделать более качественно. В противном случае мы тратим деньги неэффективно. Итак, как выбирать канал продвижения? Первое правило – канал продвижения должен использоваться в вашей целевой аудитории. То есть, если, например, вы хотите привлечь молодежь, то размещение рекламы в местной газете будет менее эффективно, чем размещение баннера в социальных сетях. Или чем распространение рекламных буклетов, купонов, например, в местах скопления этой молодежи на дискотеке, или в спортивных залах, или в учебных заведениях. Второе правило – канал продвижения должен давать максимальный охват целевой группы с минимальной стоимостью. Какова цена одного контакта на одного потенциального покупателя? Вот это критерий выбора того или иного канала продвижения. И третье – максимальная сила воздействия на аудиторию. Мы с вами раньше говорили, что максимальный эффект дает визуальный контакт. Понятно, что если канал есть, который дает вам и визуальный, и аудиальный, и кинестетический, и так далее, то это максимальное воздействие на аудиторию. Но здесь в качестве примера могу привести дегустацию. Как инструмент наиболее сильного воздействия на потенциального покупателя. Единственный минус здесь – этот инструмент, конечно же, имеет небольшой охват. Какой канал продвижения выбрать? Дальше по каждому пройдемся, разберем плюсы, минусы и возможности. Средства массовой информации. Как правило, в регионах это печатное средство, то есть газета местная. Вопросы. Какое количество именно вашей целевой аудитории читает эту газету? Ну, очевидно, например, что при тираже 5-7 тысяч экземпляров молодых людей, которые увидят ваше объявление, будут считанные десятки. Рекомендация. Делайте свое объявление как скидочный купон. Вам будет легко оценить эффективность размещения рекламы в газете. Второе. Социальные сети. 2-5 тысяч подписчиков в группе – это супер. Вопрос. Сколько из них увидят ваш баннер? Ну, фактически, это сколько ежедневно уникальных посетителей. А сколько уникальных посетителей в тот час, когда висел ваш баннер? Рекомендация. Платите за переход из баннера на вашу, например, страницу. А лучше за использование промокода в вашем магазине. Сразу поймете, насколько эффективны распространения в той или иной соцсети, соцгруппе. Третье. Почтовая рассылка. Вкладыши в ваши рекламные листовки, в почту. Относительно дешево и может быть очень эффективно. Особенно, если вы качественно подготовите вашу рекламную листовочку или купончик. При этом есть плюс. Можно распространять информацию как по отдельным районам или даже по отдельным улицам. То есть, вы можете оценивать эффективность или сколько новых клиентов к вам пришло с той или иной улицы. Четвертое. Наружная реклама. Если есть, используйте современные средства. Например, LED-экраны. Но учитывайте, сколько людей проходит мимо этого экрана. Мимо этого рекламного счета. Тоже используйте промокоды, например, QR-коды. Или размещайте информацию об вашей акции для контроля эффективности. Еще работа промоутеров. Несколько вариантов есть. Распространение, например, ваших рекламных листовок, купонов, визиток или дегустации или другие механики. Один из наиболее эффективных инструментов. Но в регионах не используется практически, так как нет, в общем-то, агентств, которые оказывают эти услуги. Попробуйте посмотреть шире на те возможности, которые есть у вас. Может быть, дети ваших сотрудников. Может быть, каких-то ваших друзей, знакомых готовы будут подзаработать, распространяя информацию о вашем магазине. И еще один. Комплементарные продажи. Это тоже очень эффективный инструмент. В других роликах мы рассказывали как про прямые, так и про обратные схемы взаимодействия с потенциальными вашими партнерами. Например, салоны красоты и ваш магазин, станции технического обслуживания и ваш магазин. Вы продаете совместно ваши услуги. Но об этом подробно говорили в других роликах. Ключевое. Когда мы выбираем канал продвижения, обращайте внимание на эффективность. Не просто в этом канале у вас присутствует, там 10 тысяч человек увидят вашу рекламу. Если 10 тысяч человек увидят вашу рекламу, это прекрасно. Но, как правило, 10 тысяч человек увидят, например, газету или 10 тысяч человек подписчиков. Но вашу рекламу увидят гораздо меньшая цифра. Поэтому обращайте на это внимание. Еще два правила для привлечения новых клиентов. Правила комплексности и правила развода. Правила комплексности. Используйте сразу несколько каналов продвижения. Это дает свой синергетический эффект. Когда 1 плюс 1 равно 3. То есть, используйте, например, промоутеров. И, например, размещайте рекламу в газете. Или там делайте рассылку, допустим. Второе правило. Развода. В каждом отдельном канале рекламируйте отдельный товар. Или отдельное вашу льготу. Или отдельное ваше конкурентное преимущество. Это позволит вам контролировать эффективность канала. И через некоторое время вы накопите опыт, который позволит вам не использовать те каналы, которые менее эффективны. Три кита, на которых держится создание правильного рекламного сообщения. Первый. Ваш ответ на вопрос. Почему новый покупатель должен прийти в ваш магазин? Второе. Это использование всех рецепторов. Задействование всех рецепторов потенциального покупателя. Процесс передачи информации. Конечно, в первую очередь это визуальный контакт. Но если ваш канал распространения сообщения подразумевает возможность использования, допустим, звука, вкуса. Мы говорили про дегустации. То по максимуму надо использовать все рецепторы. И третье. Это слоган и вспомогательный текст. Неважно, пишите вы его или говорят ваши промоутеры. Слоган это краткое сообщение о вашей выгоде. Или о вашем преимуществе скорее. И вспомогательный текст. Дополнительная информация, которая уточняет или аргументирует ваше преимущество. Ключевое здесь это потребитель должен проявить интерес или понять свою выгоду максимум за 5 секунд. Пятисекундный контакт должен обеспечить результат. Если вы не успели вложиться в этот промежуток времени. Ну понятно, здесь от разных каналов немножко по-разному. Но я упрощаю ситуацию. 5 секунд. Шахмат. Еще шпаргалка для вас это по поводу создания сообщений. Используйте визуальные образы, метафоры. Работайте с контрастом в цветах. То есть черный, желтый. И также с яркостью. Это светлый, темный. Все самое важное, если у вас ролик, то в начале и в конце. В промежутке между ними это нечто второстепенная информация. Эмоции должны быть транслированы. Неважно делаете ли вы ролик или делаете ли вы объявление в газете. Желательно, чтобы были эмоции. Чем проще, тем лучше. Сложные слова. Это не нужно для использования. Много текста непонятного тоже не нужно. Только конкретика, никаких абстракций. Ну например у нас самые дешевые продукты питания это абстракция. 100 граммовая баночка красной икры стоит у нас 5 рублей. Это конкретика. Ну и личности. Конечно, хорошо бы, чтобы присутствовали в ваших рекламных сообщениях те личности, которые либо потребитель отождествляет себя с ними, либо та личность, которая привлекает внимание этого потребителя. Ну то есть понятно, что, например, женщины, да, это привлекает красивые женщины, выразительные женщины, привлекает внимание мужчин. Ну и наоборот. Еще по цветам подсказка. Вы можете использовать вот эту матрицу как подсказку для того, чтобы более качественно делать свои визуальные картинки в объявлениях. И еще про разность восприятия цветов мужчинами и женщинами. Вы видите с правой стороны, если у мужчины, например, достаточно простая шкала, то у женщины она очень развернута. В то же время с левой стороны все наоборот. Вывод такой. И мужчина, и женщина разворачивают и обращают внимание на детали тогда, когда им это важно и интересно. Ну и примеры некоторых объявлений. Вот слева вы видите, например, реклама сети магазинов Магнит. Вы ищите свежесть, мы проверяем ее. Причем проверяем свежесть продуктов каждый час. И еще здесь несколько визуальных образов. Используйте картинку в картинке. То есть, например, упаковка в рекламном объявлении, внутри вставленное. Или, например, вы видите микс, собранные продукты питания, про любовь, образ сердечка. Или вот женщина внизу у нас есть. Эротика в рекламе это хорошо. Хорошо привлекает внимание. Семейная среда. Как бы игра слов среда и день недели среда. То есть, по средам у нас скидки для родителей с детьми. Ну и вот видите, болит формула 1, собранный из овощей. Свежесть. Да, быстрая свежесть. Каждый день поставка. Индивидуальность в отпечатке следа обувь. И так далее. Как оценить эффективность проведения рекламной кампании? Ну, несколько правил. Первое. Разводите разные рекламные сообщения по разным каналам продвижения. Об этом мы уже говорили. Я здесь еще раз это подчеркну. И самое главное. Никакие показатели не являются прямым отражением эффективности, кроме количества продаж по рекламируемому товару, категории или магазину. Если вы рекламируете в целом свой магазин, то количество продаж в вашем магазине желательно отделять новыми клиентами. Это тот результат, который вы хотите. В принципе, если мы говорим про магазин, то тут просто увеличение продаж благодаря вашей рекламной кампании примерно равно увеличению количества новых клиентов. Как понять, что это новые клиенты или это ваши покупатели стали больше брать? Если у вас увеличивается средний чек, а количество чеков не растет, то это, скорее всего, рост ваших покупателей. Они больше берут у вас. Если же у вас количество чеков стало больше, то это, скорее всего, с вероятностью 99% привлечение новых покупателей. Поэтому вот это главное, что нужно. И напоследок резюмируем. Как информации привлечь новых покупателей? Первое. Сформулировать конкурентные преимущества вашего магазина. Второе. Сделать креативный визуальный образ и слоган с дополнительным текстом. Третье. Использовать каналы с максимальным воздействием и минимальной ценой одного контакта.